Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня проблемы с питанием и с лишним весом. 20 килограмм, которые я не могу сбросить, я сажусь на диету, худею и потом снова набираю вес. И в связи с чекактивностью у меня зарядка и пешие прогулки ежедневно полосы 7-10 километров. Проблема в том, что едой я съедаю все свои страйсы, злость, тревогу и теды. В то же время использую ее как награду или подарок, как разорвать этот круг и как изменить отношение к еде. Юлия 45 лет. Ну, смотрите, вы пишите про свои стрессы, тревогу и злость. Соответственно... Что такое еда? Да? Это еда. Еда. Это, значит, агрессивное поведение. То есть, вот вы работая с челюстями, да, зубами, разгрызаете, значит, еду, это вот как раз работа агрессивных тенденций. Вот. Поэтому необходимо работать с злостью, с тревогами, с тревогами и стрессом. То есть, просто по-другому удовлетворять ваши, в общем-то, естественные потребности. Например, в защите, да, вот, вообще, естественные потребности в, допустим, безопасности. Вот. То есть, вот это вот то, что можно сделать. Необходимо понимать, вот, что, значит, ваш опыт, вот, который у вас есть, да, он не сдаётся просто так. То есть, если вы, допустим, ну, вот, склонны, там, допустим, заедать, да, то вы выбрали этот, ну, этот путь. То есть, вы выбрали, вот, такое решение не случайно. Вот. Вы выбрали такое решение, потому что, ну, вам этого хотелось, вам так было нужно. И, в общем и целом, от своего выбора, скорее всего, вы, вот, так, просто не откажетесь. То есть, вы получаете определённую выгоду от этого выбора ещё. Вот. То есть, это не просто какая-то вот борьба, например, со стрессом, как вы говорите и так далее. Это ещё и ряд других, на мой взгляд, плюсов, вот. Ну, конечно, плюсов довольно сомнительных, но всё же плюсов. Вот. Эти плюсы, они, например, заключаются в том, чтобы обезопасить себя от людей, которые, вот, вас окружают и которые вам, в принципе, могут, ну, не нравится, которые могут как-то вас, там, ну, грубо говоря, напрягать. Так, да, и так далее. Вот. То есть, такой вот, эээ, такая ситуация, да, вот такой расклад, он более чем реален и более чем, ну, существует. Поэтому, да, первое, на что мы обращаем внимание, это на то, что ваш стресс, злость и так далее имеют некоторые основания. Это первое, на что мы обращаем внимание. Мы обращаем внимание на то, что вы решаете ряд своих, так скажем, проблем. Но еще, на что мы обращаем внимание, это на то, что есть такие у вас цели, есть такие у вас задачи, которых вы не осознаете в выборах. И вот это тоже очень важный момент. Поэтому я думаю, что не всегда вы можете, скажем так, употреблять пищу, да, себе во благо. То есть мне кажется, что довольно часто вы это делаете даже вот как-то, ну, себе в ущерб. И это такая вот, такая форма, я бы сказал, да, наказание. То есть вы себя наказываете. То есть это агрессия, направленная на вас, к сожалению. Ну, на саму себя. Вот. Это тоже не случайно. Это тоже не случайный процесс. Это тоже вполне себе такая закономерность. То есть вот эта закономерность, она пересекает от того, как вы их себе относитесь. То есть очевидно, ну, на мой, по крайней мере, по крайней мере взгляд, что вы относитесь к себе не самым лучшим образом. Вы себя можете как-то как-то обстренивать, вы себя можете как-то вот принижать и так далее. И едой вот таким вот нарушенным, если можно так выразиться, нарушенным пищевым поведением. Вы отталкиваете от себя людей, вы отталкиваете от себя тех людей, которые могли бы с вами быть. Вот. Потому что вы как-то вот вполне можете опасаться, значит, ну, сближения. Вы можете опасаться сближения с ними, вот опасаться сближения с людьми. Вот это довольно тоже такое частое удивление, вот, в психологической жизни человека и так далее. Да? А что еще? Значит, вы обсудите ситуацию, при которой получается, как бы, что вас как-будто, как-будто нас вообще радует, да? То есть, по сути, вы говорите, что еда для вас это награда. Это подарок, то есть, здесь еще вот чувство справедливости, здесь еще замешано. Вот. И когда мы говорим о справедливости, да, если мы говорим о справедливости, то мы говорим о неких таких обравданиях каким-то своим поведенческим моделям. То есть, за справедливостью вы можете вполне себе прятаться, вот. Вы можете прятать какое-то свое, там, допустим, несогласие, да, вы можете прятать какое-то свое недовольство, вы можете что-то делать еще. Вот. То есть, необходимо понимать, что если бы вот этого не было, да, то есть, если бы, ну, вы бы этого не делали, например. Вот. То вам было бы тяжелее за справедливость, то вы прячетесь. Это тоже вот то, что нам нужно понимать, на мой взгляд, по крайней мере, понимать это, ну, по крайней мере, постараться, понятно. Вот. И увидеть, а что именно вы прячете, прячете вот, значит, за справедливостью, то есть, ну, вот, если, например, вы считаете, да, что вот, что что-то несправедливо в вашей жизни, например. Вот. То, вот, ну, как вы приходите к тому, что, к тому, что, к тому, что это несправедливо. Я думаю, что, опять же, здесь есть, значит, ну, какое-то поле для исследования, в первую очередь. Вот. Здесь есть, эм, поле, поле для, э, изучения, э, себя, изучения, э, своих особенностей, э, вот, и, э, поиск, э, угу. Э, поиска, ну, других, э, способов, да, э, дополнительных способов, э, решения, вот, э, этой проблемы. Э, э, я не думаю, что хорошей идеей является, э, ну, вот, изменение отношения к идее. Как вот, как вот вы говорите. Хм. Потому что за этим, ну, совершенно очевидно, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд, идёт, э, э, тенденция к отказанию. Я хочу отказаться от этих, говорите, говорите, как бы вы. Э, э, хорошо ли это для вас? На мой взгляд, нет. Потому что, ну, отказываться от того, что вам сейчас нравится, да, это вот, э, э, как мне видится, э, не самая лучшая идея. Вот. Потому что, ну, вам это нравится, когда вы получаете удовольствие. Вот. И, э, соответственно, отказываться от этого, пускай и, э, значит, сознательно. Э, э, безсознательно, 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 вы, э, можете, э, саботировать, э, 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 э Дабы вот этим не заниматься, дабы этого не делать, мне кажется, что имеет смысл как раз не ставить такую цель, конкретно, отказ от ебить, допустим, а мне кажется, что имеет смысл смотреть, а что вот ещё я могу сделать для себя, да, как ещё я могу, допустим, себе помочь, как ещё я могу себя порадовать, да, вот. И, соответственно, это вот очень важный момент увидеть, каким образом формируется у вас состояние стресса, да, как вы приходите к тому, что у вас появляется стресс. Ну, мы ни в коем случае не говорим о том, что стресса быть не должно, мы ни в коем случае об этом не говорим, вот, мы говорим скорее о том, как вам с этим обращаться, да, вот. То есть, если сейчас вы обладаете, по сути, только одним способом для обращения, то как раз этот способ вот заключается как раз в, ну, в заедании, да, например, то есть другие способы. Вполне возможно, как раз вот в другом, да, вот в других аспектах, в других сферах каких-то, вот, вы себя ограничиваете, ограничиваете, вы себя ограничиваете, ограничиваете себя, ну, возможно, довольно, довольно сильно, возможно, вы это делаете. Ух ты. И, соответственно, проблему решит, как раз если вы перестанете себя игнорировать, если вы не будете себя игнорировать, то, что вам вот хочется в других сферах. Вот. А так, ну, сейчас, пока, пока что, получается, что вы как бы торгуетесь, просто торгуете со, ну, с жизнью, да. То есть, вы делаете, условно говоря, вы делаете что-то, что вам не нравится, что вам не нравится, вы делаете что-то, что вам, ну, что вас не устраивает, вот. А потом просто, как бы, ну, восполняете это едой, вот. И пока так будет происходить, вы будете так делать, потому что, если вы не будете так делать, да, если вы не будете, ну, вот, на сегодняшний день восполнять едой какие-то вещи, вот, то вам же, вам же может стать очень-очень плохо. Вот. Понимаете? Поэтому, вот, крайне, осторожно, крайне, нужно подходить к идее отказывать чего-либо. Вот. Собственно, вот вы говорите, да, сажусь на диету, там, хочу, значит, похудеть и так далее. А зачем? Ну, вот смотрите, вот, что вы будете делать, когда, если вы, ну, похудеете, вот, что вы будете делать? На что вы будете, ну, обращать, там, свое внимание, да, и так что? Есть ли у вас какие-то мысли на этом счёт? Почему я об этом спрашиваю? Потому что у меня, как раз, есть ощущение, что, что нет. Что вы сделали в определённый момент свой лишний вес, да, центром, значит, своей жизни, вот. Вы сделали свой лишний вес, центром, значит, ну, своей вселенной, вот. И всё. Сейчас, сейчас, если вы откажетесь от того, что вы делаете, вот, то вполне может быть, что вы потеряете смысл жизни, вот. Поэтому делать этого, на мой взгляд, не стоит так резко, вот. Это следует делать либерально, это следует делать гуманно, это следует делать постепенно, это следует делать так, чтобы обязательно учитывались ваши особенности, вот, психофизические и эмоциональные. Если вы истышены сейчас, если вы чувствуете истощение, если вы чувствуете, ну там, условно говоря, ну, какое-то бессилие, да, если вы чувствуете упадок, вот и т.д., если вы чувствуете, что очень много, допустим, сил тратится, там, ну, впустую и т.д., вот, то, опять же, необходимо сначала восполнить это, необходимо сначала набраться сил и уже только после этого что-то делал. Понимаете, да? Вот. Как-то так. Пока. На сегодняшний день существуют такие у вас феномены, как стресс, злость и трубок, да? Я не думаю, что у вас есть шанс, реальный шанс что-то изменить. Но вот не меняя ничего в еде, но работая с тревогой, стрессом и злостью, я просто думаю, что у вас появится много более интересных вещей, чем вот вы и сможете порвать этот круг. То есть круг разрываться не в никуда. Круг разрывается в направлении на что-то. по каждому такому направлению у вас, судя по всему, нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.